Всем привет! Я расскажу на этом занятии про службу Roblox, которая называется Run Service. К бегу она не имеет никакого отношения. Эта служба имеет отношение ко времени и отношение к тому, чтобы у всех игроков, которые неважно играют на каких устройствах, планшетах, смартфонах или компьютерах, у всех все было максимально плавно и максимально работало с одинаковой скоростью, чтобы не было преимущества у тех или других. На экране вы видите четыре кнопки. На этих кнопках я вам буду показывать пример работы этой службы Run Service. Дело в том, что в документации стандартной, видите, два абзаца буквально и все. Никаких примеров нет. И поэтому нужно было создать пример, чтобы вы поняли, как это все работает. И еще, я очень надеюсь, что после этого занятия вы все откажетесь от, в большинстве случаев, от такого стиля программирования, как While, Wait, Do. Ну, точнее, конечно, можете использовать его, но в каких-то некритичных ситуациях. Итак, чем отличаются четыре кнопки на экране? Они сейчас расположены у меня друг под другом. Вот справа видно, что на скрингу я их разместил. На каждой своя надпись, которая объясняет, ну, кроме слова Love, она отличает кнопку. Каким способом мы вызываем программу движения этой кнопки. Внутри каждой кнопки, в принципе, скрипт одинаковый. В отличие от, ну, отличие только в последних строчках. Вначале что мы делаем? Получаем ссылку на нашу кнопку на скрингу, и берем максимальную ширину и высоту нашего экрана. Получаем, кстати, кто-то хотел узнать, как это делать. Вот, пожалуйста. Задаем скорость. У всех кнопок одинаковая скорость. Пикселей в секунду по x, по y. Движение. И вы видели, что кнопки начинают бегать по экрану, отражаются. Ну, и так далее. Это бесконечный процесс. Причем, скрипт универсальный. Неважно, какого размера кнопка, она будет также отражаться. Ну, сейчас я специально сделал кнопки одинакового размера, чтобы мы видели отставание или дергание при движении этих кнопок. Этот алгоритм я не объясняю. Тут и так, наверное, все понятно. Так, вот. Наконец-то отличие. Вот, открою еще один скрипт. Так, скрипт. На самом деле, в большинстве случаев вы пользуетесь либо способом по старинке вы что-то вызываете. Вот функцию движения с кнопки, вот я ее назвал, MoveLabel, я ее вызываю в цикле. Как во многих примерах, но для простоты. А в другом скрипте, для другой кнопки, точно такой же скрипт. Единственное, в начале, в первой строчке я RunService получаю, ну, стандартным способом, как вы знаете, как получать службы в Roblox. Так, и уже нашу программу движения, нашу функцию MoveLabel, я ее запускаю с помощью этого RunService. Я расскажу, как все это работает. Так, давайте вернемся к нашему способу по старинке. Наверное, вы все уже знаете, потому что я и в уроках, и в комментариях ребята подсказывали. И в Roblox, если вы читали, там сразу же написано. Wait, он ждет определенное количество секунд. А функция Wait, если мы в этой функции... Так, если мы в этой функции... Извините, телефон отключил. Так, если мы в этой функции не указываем количество секунд, например, вот так, да, то у нас автоматически ожидание будет равно примерно 1,3 секунды. Ну, как-то так. Причем не гарантированно, оно может варьироваться. Если вы эксперимент проведете, вы увидите, что у нас ожидание все-таки плавающее. То ждет чуть больше, то чуть меньше и так далее. Смотрим MoveLabel. В моей функции первый параметр я не использую. Так что не обращайте на него внимание. Самое главное, степ. Что за степ такая штука? Степ это я получаю сюда время, которое произошло между текущим вызовом функции, который мы сейчас вызываем движение, и прошлым. То есть, сколько произошло, ну, буквально так, сколько произошло времени между прошлой отрисовкой кадра на экране и следующей. Что за отрисовки кадров такие? Ну, вы знаете, в играх есть FPS. Это вот сколько кадров в секунду выдает ваша игра. Вы знаете, что на разных компьютерах FPS разный, в том числе и в Roblox. Что на медленном компьютере или на смартфоне будете играть, там FPS будет, конечно, поменьше. Итак, а для чего я использую такой метод? Ну, если вы смотрели мои уроки по ЛО, этот метод известный. Мы вычисляем дельта время между двумя кадрами, предыдущим и текущим, и благодаря этому умножаем эту дельту. Ну, вот здесь она у меня степом называется, как в документации Roblox просто назвали, ну, чтобы нас не путать. Умножаю на скорость и прибавляю к координате x. То же самое как y. Что это дает? Неважно. Ускоряется ваш компьютер, замедляется, медленный или быстрый, у нас кнопка будет летать с одинаковой скоростью, если мы будем ее вызывать каждый кадр. Так, но сразу вам говорю, точнее я уже сказал, что wait меньше, вот эта вот штука wait, она ожидать меньше, чем 1,3 секунды в принципе не может. Уже такая вот, ну как бы, длинная пауза. А у run-сервиса таких ограничений нет. Этот run-сервис вызовет вашу функцию ровно в тот момент, когда нужно. Например, ну с частотой, вот у меня получается по крайней мере 60 раз в секунду. Вот так. Так. Ну давайте посмотрим все-таки документацию немножко. Я вам еще кнопкам вернемся, сравним наши скрипты, просто чтобы вам не было скучно. Я сначала показал эти летающие кнопки, и сейчас мы еще в экран будем смотреть. Мы когда поймем, про что я тут расскажу, мы будем сравнивать. Потому что сейчас, что там кнопки у нас летали? Ну и летали, ну и... Мало ли кнопки летают. Так. Run-сервис содержит свойства и события, и методы для управления временем. Ну, например, в том контексте, ну или в контексте тут написано запуска ваших скриптов. Как-то звучит это поганенько. Давайте-ка я... А, вот как написано. Поганенько. Извините, это шестой дубль, поэтому я не буду перезаписывать. Например, с помощью Run-сервиса вы можете узнать, где запустилась ваша функция. Или в клиенте. Это значит на планшете, смартфоне, или кто-то запустил просто Roblox. Не Roblox Studio. На сервере. Например, серверный где-то скрипт работает на сервере, и он может узнать, что да, я сейчас этот скрипт работает на сервере. Для чего это нужно? Ну вот тут сразу написано. Модульные скрипты. Они же могут запускаться и там, и тут. И вы с помощью Run-сервиса можете узнать, где же запустили этот скрипт. И, соответственно, изменить логику работы вашего скрипта. Так. И в студии, оказывается, можно запускать. Клиент, сервер, студия. Что за студия? Ну, студия, вы знаете, что есть такие плагины. Можно на Roblox, на Lua написать свои плагины. И вы со многими плагинами, наверное, знакомы, но это не тема нашего урока. Наверное, многие люди написали какой-то удобный модульный скрипт, который они используют сразу и в клиентах, и на сервере, и даже для своих плагинов. Чтобы не переписывать код. Вот молодцы такие. Так. Ага, вот тут еще подсказочка написана. А если вы определили, что мы запускаем в студии, то мы можем изменить. Ну, вы знаете, что в студии, когда мы нашу игру запускаем с помощью плея, мы ее тестируем. Вы можете, как бы, для отладки, только когда ваша игра запускается в студии, вы можете показывать какую-нибудь отладочную информацию, которой в обычной игре, например, нет. Ну, или еще там что-нибудь придумать. Понятно. Да? Возможно, для ваших простых игр это не нужно. Ну, окей. Переходим к самому крутому. Run Service также нам предоставляет доступ к событиям, которые позволяют делать тайм-менеджмент. Эти события называются Steped, Heartbeat и Render Stepped. Так. И они могут быть использованы для... Вот первые два, Steped и Heartbeat, могут быть использованы для логики вашей игры. Ну, например, чтобы какую-то функцию проверять, зомби видит человека или нет, чтобы вызывать каждый цикл, как мы в плохом стиле нашего программирования, как я вам сейчас сказал. Вот в Wild. Вы, например, проверяете, зомби видит человека или нет. Вместо этого мы можем использовать вот одну строчку такую. Сейчас я еще это поясню. А третье событие, Render Stepped, оно может быть использовано для визуальных эффектов. Ну, визуальные эффекты, мы понимаем под ними, что локальный скрипт, и у вас вы как-то хотите украсить экран, какие-то эффекты, затемнение, движение меню плавное и так далее. Вот в этом нам поможет Run Service. Потому что плавности движения с помощью вейта вы никак не получите. Вы как минимум в два раза медленнее у вас будет отрабатываться скрипт, а здесь можно чуть ли не 60 FPS. Дальше что нам говорят? Событие Stepped, когда оно происходит, оно передает два параметра. Количество секунд, сколько прошло в игре, и передает некий степ. Сейчас расскажу про этот степ. Я уже немножко рассказал. Если вы будете использовать правильно эти величины, величины, которые передаются вам в этих событиях, то вы сможете... Очень важно сделать вещь в вашей игре. Вы сможете... Некие величины, которые у вас от времени увеличиваются, например, гонки какие-нибудь, ну, простая мини-игра. Есть два человека. Вы игрок, и рядом убегает какой-то компьютерный человек. Нужно его догнать. Так вот, с помощью Run-сервиса можно сделать, чтобы максимально плавно бежал этот игрок. Имеется в виду компьютерный ваш противник. Так. Ну и тут написано, как... Вот два правила. Как же можно использовать... Как вычислить скорость? Берем сдвиг дельта-позиция. Ну, кто-то, может быть, понимает. Это означает вычесть из текущей координаты, например, х, вычесть координату прошлую х, где мы в прошлый раз были. И разделить это на время. На разницу времени, времени, которая произошла между сейчас и прошлым замером нашей позиции. И вот так мы можем вычислить скорость. Как вычислить дельта-позицию, ну, смещение относительно прошлой координаты? Вот. Скорость умножить на дельта-тайм. Вот я примерно... Я в своем примере вычислял как раз дельта-позицию. Для того, чтобы плавное движение было. Я вот вычислял. В данном случае у меня вместо дельта-тайм степ, ну, просто так называется параметр. И вот скорость. Так. Возможно, сейчас еще все непонятно. Ну, на примере мы сейчас посмотрим. Так, давайте посмотрим, какие свойства. Свойства нам неинтересны. Функции какие? Вот. Функции уже могут быть интересны. Вот это немножко устаревшая штука. Bint to render step. Можно без событий. Можно просто написать с помощью этой функции прикрепить прикрепить вызов с каким-то приоритетом определенной функции. Как бы каждый шаг. Ну, это и прикрепляется вот к этому сервису render step. Но мы вот это вот будем использовать в упрощенной форме. Я покажу ниже. Мы будем событиями пользоваться. Эта функция, наверное, для совместимости оставлена. из клиент возвращает истину или ложь, если наша игра запущена клиенте. Кстати, вот как это проверять. Смотрите. Вот у меня, кстати, напечатано внизу, видите. True, true. Я запустил run service из студии. Это значит, запустили мы из студии, из робот студии. И второй вопрос. Запущен ли? Нажата ли кнопка у нас? Запущена ли игра или нет? Когда может быть выдаваться ложь, например? Ну, смотрите. Если плагин работает, то, например, игра не запущена, а вы здесь видите какие-нибудь объекты, которые... у которых плагин что-то делает и обрабатывает даже во время остановленной игры. И он что-то делает. Ну, ладно. Мы не про плагины сейчас говорим. Так. Понятно. Клиент из edit возвращает возвращает признак того, что мы сейчас редактируем в редакторе. Ну, это означает, ну, наверное, обратное. Вот смотрите. Когда play, мы не в редакторе. Когда у нас остановлено все, вот сейчас мы в редакторе. Вот сейчас вернула бы истину. Но, опять же, это можно воспользоваться, наверное, только в плагинах. Из run mode возвращает истину, если кнопка run была нажата. Так. Из run это возвращает игра сейчас запущена или нет. Вот про run кнопку это иметь в виду вот эта вот кнопка. Не play, а вот этот run. Видите, вы можете определить, с игроком ваша игра была запущена в Roblox Studio или кто-то нажал кнопку run. Вот с помощью этого сервиса вы можете определить, какой кнопкой запустили вашу игру. Ну, вот эти play и play here конечно вы не отличите. Про различие этих кнопок у меня есть урок маленький как тестировать несколько игроков в Roblox Studio сразу. Так. И сервер. Ну, понятно. Возвращает истину, если на сервер запущено и студия. Посмотрели. В студии запущена пауза. Если мы возьмем эту функцию во время игры наша игра остановится. Все замрет. как будто мы нажали кнопку пауза. Но здесь нет кнопки пауза. У нас кнопка есть так, так, так. А, вот здесь та пауза есть. Как будто мы нажали паузу. Значит все замрет и потом можно продолжить с этого же места. Ну, я не знаю где это. Я это не буду использовать. Run это продолжить после паузы. Stop это остановить. Закончить игру. Так. А вот этот Unbind FromRenderStep это штука чтобы отключить забиндженную функцию, которую мы здесь прибиндели. Вот. Ну, мы с вами будем пользоваться так. Вот эти вот наследованные свойства, методы интересны. Нам интересны события. Вот самое главное чем мы будем пользоваться. Ну, кстати, некоторые функции как вы поняли как определить студию мы запустили еще где-то. Тоже интересные. Так. Вот три события. Итак, смотрим. А кнопок у меня четыре. Вот эта кнопка Label Wait это я использую по старинке с помощью Wait двигаю. Дальше у меня идет Step это наиболее часто используемый способ. Вы в куче примеров наверное увидите, что в играх профессиональных используют Run Service Step и запускают вот свои функции которые должны повторяться в скрипте с помощью вот этого события. Так. Так. Меньше, кстати, нагрузка на процессор меньше нагрузка на компьютер и все более плавно работает. Так. Дальше что у меня Render Step Давайте я сразу даже здесь скажу. Так. Событие Step запускается в каждом кадре перед симуляции физики что за каждый кадр. Я вам уже говорил про FPS например отрисовался кадр все у нас нарисовано там очки которые мы заработали и так далее и после этого мы начинаем не мы наш Roblox начинает готовить отрисовку следующего кадра но перед тем как рисовать следующий кадр он там по сети связывается с сервером какую-то информацию посылает и так далее когда он свои служебные дела закончат перед тем как начнет вычисление физики какой-то происходить а физика что это например у вас есть какие-нибудь объекты в воздухе они должны начать падать или они уже падают должны продолжить падать вот это физический движок нашего Roblox он как раз начинает вычислять куда упадут или какие начнут падать объекты и так далее так и как раз наш степт если мы пользуемся вот этим событием степт он вызывается перед тем как все объекты начнут падать в текущем кадре чтобы в этот момент вы успеете что-то может быть скорректировать может быть где-то скорость поменять у объекта который падал перед тем как его начали вычислять падение вот осталось два render step это мы напоследок оставим вот а вот это событие heartbeat ну как бы сердцебиение переводится он запускается сразу же после того как симуляция была физическая вычислена это я вам сейчас говорил что степт вызывается перед тем как у нас начинают падать какие-то объекты в нашем кадре причем смотрите степт запустился объекты начали падать они сдвинулись но они на экране еще не нарисованы они просто ну как бы просчитаны были а heartbeat ровно после того запускается как у нас все объекты посчитались куда они будут падать их скорости и так далее в этот момент вызовется heartbeat и я вам могу сказать что из-за всяких лагов тормозов у нас не обязательно каждый раз будет вызываться heartbeat и степт иногда может все-таки пропуститься но это очень редко я даже в примерах смотрю в принципе не пропускается но имейте ввиду что может конечно пропуститься но даже если он пропустит один кадр вам в следующий раз вот здесь в аргументе при возникновении события степт ну или любого другого события в этот степ параметр придет в два раза большая величина благодаря этому если вы будете следовать ну вот этим правилам но не буду их показывать опять где мы delta position вычисляли и так далее у вас движение даже если один кадр выпал из-за тормозного интернета или тормозного компьютера у вас все равно движение предмета или меню будет плавнейшим ну точнее максимально плавным который можно достичь на вашем компьютере так ну и остался render step кстати обратите внимание видите везде по одному параметру а вот в step которым чаще всего пользуются еще первым параметром идет время это время в time вам приходит сколько секунд прошло с начала нашей игры давайте кстати я чтобы продемонстрировать у меня где-то печать была вот так step seconds seconds это количество секунд сколько прошло с начала нашей игры третье не обращайте внимания это я тут вычислял кое-что так давайте запустим и остановим сразу смотрим смотрим что же у нас происходило в начале нашей игры видно что мы подключились уже на том моменте когда уже 2 секунды произошло сервер запустился и тут только мы подключились вы знаете наверное что игра обычно стартует до того как подключается наш игрок так видно что 2 секунды 2.4 2.5 2.6 2.7 3 так осмотрим дальше на второе число которое в step передается видите оно очень похоже вот смотрите оно очень близко к вот этому значению как я вам сказал что в идеале игра у нас работает 60 кадров в секунду поэтому третье число это для сравнения здесь вывожу что 60 кадров в секунду это вот это число это единица разделена на 60 и мы смотрим что же нам реально передает игра step очень близко да 60 0.016 а вот здесь уже чуть больше ну это где-то там чуть-чуть логануло вот но в целом примерно 60 fps и вот из-за того что мы в наших вычислениях мы берем значение вот этого delta time времени которое произошло между предыдущим кадром и текущим у нас скорость движения по экрану ну насколько x передвинуть точек у нас она всегда константа так что игрок когда смотрит он видит что у нас движется плавно наш объект если мы уберем эту дельту и вручную отрегулируем примерно под 60 fps я могу так сделать я могу вот здесь удалить степ а speed x немножко умножить на одну деленную на 60 что же произойдет игра будет тормозить точнее игра начнет работать чуть медленнее чем вы задумывали это причем даже на компьютере на котором 60 fps а представьте если эту игру запустят на компьютере на который едва справляется с 30 fps так там движение по экрану этого объекта в два раза медленнее начнет работать но если мы пользуемся тайм сервис и используем правильно вот эту дельта тайм вычисляем то у нас и на плохих компьютерах и на старых смартфонах у нас все будет идеально работать но ребят я вам сразу говорю все это клево конечно но у меня есть урок про twin service он все это сам учитывает когда он меняет координаты двигает что-то по экрану какие-то объекты twin service сам знает что и когда делать но если мы не пользуемся twin service нам нужно все-таки использовать уже run service про twin service посмотрите парочку так дальше что смотрим я вот попался на эту уловку я написал сначала сначала для степт программку свою а потом продублировал кнопки найти и оставил тот же скрипт и они перестали работать кнопка на месте стоит все дело в том что я забыл что так 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 сейчас давайте открою вот этот и вот этот скрипт вот посмотрите я забыл что в степт нам передают два параметра в начале секунды а потом вот этот степ а в других событиях всего один параметр параметр вот где hardbeat всего один степ обратите внимание вот я себе пометку сделал что только один аргумент и здесь то же самое где мы используем render stepped тоже только один аргумент что тоже обратите внимание ну вообще секунды сколько секунд прошло обычно все-таки используют наверное не в screen gui а где-то на серверных криптах например ну вот кто-то спрашивал про баны вот мы будем считать нет будем считать конечно не с помощью этой вещи там есть другие функции как отсчитывать время не относительно начала запуска игры а относительно ну нашего времени например вы забанили человека на 30 дней и вот как-то надо это посчитать будем пользоваться встроенными функциями луашными которые в робах встроены ну ладно это не тема этого урока итак у нас осталось осталось последнее событие render stepped вот render stepped он запускается ровно перед фреймом отрисовки это означает в игре все полностью посчиталось вся физика все наши скрипты отработали все что надо упасть чуть-чуть все сдвинулось и так далее но еще не отрисовалось и вот в этот момент наконец вызывается render stepped в этот момент мы можем например сдвинуть что-то в нашем меню в этот момент мы можем изменить цвет или свет плавно как-нибудь либо гуишки скрингуи либо в игре вот ну давайте теперь мы уже я считаю что мы все знаем про этот сервис и давайте понаблюдаем за нашими кнопками так давайте отключу принт принт замедляет работу где-то у меня включать была вот этот принт всего один раз срабатывает в начале поэтому мы его отключать не будем я про него рассказал так и смотрим что куда же пошли кнопки почему лол вейт вышла вперед лол вейт вышла вперед почему смотрим видите у нас никакого сервиса нет я в цикле здесь запускаю а дело в том что лол вейту у нас никакого дельта тайма нет но я знаю что вейт когда нет никакого параметра она ждет примерно одну тридцатую я вам уже сказал роблокс вам не может гарантировать что она будет ровно одну тридцатую ждать он будет ждать либо одну тридцатую либо чуть-чуть побольше вот и поэтому я двигаю нашу запускаю нашу функцию движения кнопки с отскоками от боков и ей передаю дельта тайм ну я не то что от балды его придумал я его никуда не беру я из документации роблокса что вам только что сказал что может работать одну тридцатую либо больше окей так почему же лолвейт этот так давайте еще раз запустим и почему он обходит обходит остальные кнопки а дело в том что я вам уже печатал дельта тайм у степт события вы видели что не каждый кадр у нас же компьютер не каждый ну не каждую долю секунды работает одинаково у нас что-то там допустим вертится какой-нибудь антивирус и так далее вот и у нас поэтому иногда чуть замедляет кнопка для глаза это незаметно потому что это движение должно быть в принципе идеально вот лол степ это вот то к чему мы должны стремиться а вот я сейчас вижу при записи наверное этого видно не будет что лол вейт дергается эти плавно ходят он дергается причем сейчас может вносить помехи запись видео я сейчас видео записываю например какие-то кадры выпадают еще раз говорю что можно плейс запустить или поверить просто на слово и почитать документации попробовать поискать что про этот ран сервис еще пишут вот ну я в общем не буду таким использовать лол вейт я буду твининг сервис скорее всего для для скрингуи использовать но вот тут идею подали что сделать можно например платформер в скрингуи здесь платформа у нас в виде кнопок двигаются вы по ним прыгаете ну как бы 2D а ваш персонаж стоит там ну вот там очень бы помог этот ран сервис чтобы все двигалось плавно так почему отстают синее от зеленой помните степт запускается перед обработкой физики хардбит запускается после обработки физики потом еще что-то там происходит и после этого перед отрисовкой кадра запускается рендер степт вот кто-нибудь знает ну я-то знаю почему лол степт он рассинхронизировался вот с этими ребята а дело в том что у нас игра не всегда выдает 60 фпс например выдала 50 фпс а как вы поняли что степт он запускается независимо от того отрисовалось что-то на экране не отрисовалось вот и потихонечку он выходит вот видно что ну там несколько кадриков было например выпало вот а вейт который мы по старинке запускаем он вообще работает от балды совершенно с реальным временем не имеет ничего отношения он довольно плавно движется но дерган вот ну все надеюсь что информацию про ран сервис вы поняли кто не понял посмотрите еще разочек или загрузите этот place